Доброе утро, мы продолжаем, и у нас в гостях Асия Садыкова, директор татарско-японского информационного культурного центра Сакура. Доброе утро. Доброе утро. Ой, это... Хайлирте. Хайлирте. Это просто настолько было феерично, эмоционально, да? Вот скажите, ребята впервые в Казани? Ребята впервые в Казани, но в принципе эта группа уже гастролировала в России. И руководитель группы, эта центральная играющая фигура, он был в России более четырех раз. Кстати, состав группы очень интересный. В составе группы есть актеры, они все закончили одну, значит, учебное одно заведение. И сенсей, значит, Цуки-сан, он является сенсеем всех остальных исполнителей. Но это университет, который готовит актеров. И среди, значит, исполнителей не только музыканты, но есть даже еще и писатель, у которого вышли три книги. И в составе группы есть еще молодой человек, который только четыре года в составе этой группы. А сколько вообще лет группе существует? Ну, группа уже существует более десяти лет. И она достаточно известная группа. Но самое удивительное, что этими пятью совершенно харизматичными мужчинами руководит женщина. Вот как? Вот так, да? Руководитель коллектива, получается? Всегда за каждым сильным мужчиной стоит женщина. Вот так. Она, кстати, тоже приехала. Да, это замечательно. А подскажите, пожалуйста, название коллектива достаточно сложное в произношении. И все-таки, как они называются? Геттен. 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 Что это означает? Ну, для них это как бы восходящий луч. А, какое красивое значение. Одно слово, геттен, восходящий луч. Восходящий как бы. Так, а вот для чего в Древней Японии устраивались такие барабанные шоу? Расскажите, пожалуйста. Вообще, по истории считается, что эти барабаны, они называются тайка. И сюда приехало восемь барабанов. Вообще, это тоже отдельная история. Доставка вот этих барабанов, это тоже отдельная история. Значит, они берут свои корни, ну, так предполагают, то ли в Корее, то ли в Китае. Ну, как вот говорил представитель посольства Японии, что Япония такая страна, что технологии к ним приходят от кого-то, они их доводят до совершенства и потом выдают за свои. И поэтому с 9 века японцы стали фактически как бы родоначальниками барабанов тайка. Вы видели большой барабан тайка. А есть еще... Есть поменьше, есть, который на них. Сегодня, да. И те люди, которые сегодня придут на концерт в Казанскую филармонию, значит, они как раз познакомятся с этим фееричным шоу. Ребята выступали, они открывали 12-й международный фестиваль современной японской культуры и анимации «Феникс». Кстати, на этот фестиваль пришло заявок более чем от 1200 представителей из 68 городов России и, соответственно, мира. То есть у нас были гости из Берлина, были гости из Японии, значит, ну, помимо барабанщиков, еще молодые люди, которые очень любят это искусство переодевания. А как встречает наш казанский зритель вот японских барабанщиков? Очень интересно. Ну, я хочу сказать, что вот те, которые ко мне обращались, они, наверное, слышали... Барабанщики ведь в разных странах. Вот. Значит, лет 10 назад приезжали китайские барабанщики. Я сама посещала это шоу, и на меня это произвело впечатление. Поэтому я считаю, что вот приезд японских барабанщиков... Правда, кто-то говорит, что были какие-то группы. Но вот такого профессионального уровня и таких харизматичных действительно людей с музыкальным образованием практически не было. Ну, я просто посмотрев на то, что они с одним барабаном вытворяют, не побоюсь этого слова, а когда их 8, вы сказали, барабанов, да? Мне кажется, это просто настолько... Вот 5 таких больших барабанов и еще 3 маленьких. Они все называются тайко? Все тайко, да. То есть просто разные размеры идут тайко? Да, просто потом уже у них идет определенная градация. Ну, это удивительное действительное действие. Спасибо огромное, что вы привезли вот таких замечательных, харизматичных, талантливых ребят к нам. Тарсан, спасибо, что пришли к нам. Ну, я все-таки хотела бы еще поблагодарить фактически организаторов. Это вот движение изнутри. Организация фестиваля «Феникс» происходит уже сколько лет благодаря общественной инициативе. Вот людей, которые в период между фестивалями, значит, общаются между собой в виртуальной реальности. Вот это, в принципе, один из признаков открытого общества. И то, что Казанский фестиваль является одним из крупнейших в Поволжье, это, конечно, заслуга молодежи. Это прекрасно. И конкретно аниме-лаборатории. Это же так здорово, что общаются люди из разных стран, да, и вот объединяются. Ну, просто, ну, это, мне кажется... Это очень здорово. Вы бы видели, какие затем идут публикации от наших друзей из соседних городов. Кстати, больше всего было из представителей, значит, из Москвы было 47... Отзывов? Нет, участников, более 80 из набережных Челнов, из Ижевска, очень большая делегация, где-то порядка 47 тоже человек. Ну, и от всех соседних городов. Это прекрасно, что объединились столько людей. Это очень здорово, что вот эта культура так всех объединяет, и действительно, ребята, которые приехали сюда... Сколько я знаю, что эти барабаны стали национальным символом уже Японии. В Японии, да. Да.